Мы привыкли, что во многих классических произведениях литературы есть альтер-эго писателя, то есть персонаж, который во многом повторяет его путь и озвучивает какие-то его идеи. Но в русской литературе есть несколько шедевров, в которых таким рупором авторских мыслей становятся животные. Лучший пример — это рассказ Льва Толстого «Холстомер. История лошади». Там вообще все повествование ведется от имени лошади. Лошадь очень подробно рассказывает историю своей нелегкой жизни и попутно, неожиданно выдает большое размышление об институте частной собственности. Но где-то странно, почему Толстой важные для себя мысли поручает высказать лошади. А ведь эти мысли действительно были для него важны, потому что Толстой в тот момент избавлялся сам от частной собственности. Нужно сказать, что в начале 1880-х годов, после духовного кризиса, когда он автор уже двух великих романов «Человек богатый, знаменитый и счастливый» вдруг потерял смысл жизни, его отношение к деньгам и собственности радикально изменилось. Если раньше он хотел приумножать свое состояние, то теперь ему стыдно стало быть паразитом русского крестьянства, и он решил избавиться от собственности для того, чтобы вести принципиально новую жизнь. Он составил прекрасный коммунистический план для своей семьи, по которому большая часть доходов и менее должна была раздаваться бедным, лишняя роскошь, мебель и фортепиано тоже нужно было раздавать, есть все самое простое — научиться обходиться без прислуги, работать, довольствоваться малым и делать добро другим. Он воодушевленно это принес, рассказал своей семье, его дети послушали и не поддержали. А его жена Софья Андреева, так испугалась, что пообещала пойти к царю, упасть ему в ноги и попросить защитить ее и ее детей, то есть объявить Толстого сумасшедшим и отнять право распоряжения имуществом. Толстой, конечно, очень переживал по этому поводу, очень мучился. Ему казалось, что семья его не просто не поняла, а предала. В конце концов он махнул рукой, решил, что передал все права имущественные своей жене, решил, что пусть семья живет так, как ей хочется, а он вообще уйдет куда-нибудь из дома. Кстати говоря, летом 1884 года он предпринял первую попытку ухода из дома. После какого-то спора по поводу денег со своей женой он собрал котомку, вышел из своего дома и пошел куда-то по направлению из Ясной поляны. Жена его догнала и спросила, ты куда? Он ответил, не знаю, куда угодно, может быть, даже в Америку и навсегда. Не могу больше жить дома. Так что его размышления о собственности в тот момент это больная тема. Ему как писателю, конечно, хотелось этим поделиться, это описать, но почему все-таки размышления о собственности в своем рассказе он дает лошади? На самом деле это очень важный вопрос. Рассказ «Холстомер» Толстой написал в 1886 году. После духовного кризиса его неустанное размышление о нравственных вопросах привело к созданию большой моральной доктрины. В чем же состояло его мировидение? В том, что мы живем неправильно и наша социальная действительность устроена неправильно. Порочные, жадные, властолюбивые люди построили общество, основанное на лжи и насилие для того, чтобы грабить других. И пытаются всех убедить в том, что только так и можно жить. Но это только полбеды. Страшнее, что очень большое количество маленьких людей такая ситуация устраивает, потому что легализует их маленькие пороки, признавая нормой. И все очень упорно делают вид, что все хорошо и мы живем в самом лучшем из миров. Вот Толстой хотел сказать, что это не так, что это не так, что а как? Как донести до людей, как сказать людям, что все, во что они верят, ложь? Как сказать людям, что все, что их окружает, неправда, обман? Как достучаться до людей? Для этого Толстой применял один художественный прием, который в филологической среде благодаря Виктору Шкловскому получил название «остранение» от слова «странный». Суть этого приема — посмотреть на предметы или явления как будто в первый раз, как будто глазами ребенка вырвать его из привычного социального контекста и увидеть странным. Этот прием не был новаторским, но он позволял Толстому наиболее убедительно показывать, высказывать свое мировоззрение, потому что благодаря такому углу зрения очевидное виделось абсурдным, и это давало новые смыслы. В «Войне и мир», скажем, этот прием употребляется множество раз. Например, повествуется о находке среди военных трофеев красивой блестящей палки. Никакой пользы и никакого вреда эта палка принести не может, но выглядит чудно, как-то блестит. Мы читаем и понимаем, что речь идет о французском маршальском жезле, догадываемся. У читателя начинает работать какие-то ассоциации, он начинает вспоминать смутно фразу Наполеона о том, что «плох тот солдат, который не носит вранца маршальского жезла», и тут прием остранения начинает работать. И мы понимаем, что Наполеон толкает как-то, вдохновляет своих солдат на смерть, а в награду обещает им просто блестящую никчемную палку. Вот и все. Толстой проделывал подобный акт остраненного видения не только с лжеценностями и лжесвятынями. Например, в том же романе «Война и мир» этот прием применяется, скажем, к описанию театральной постановки и еще кучи всяких вещей. Но все было бы ничего, если бы в своих поздних произведениях Толстой не применил прием остранения к описанию церковных обрядов и догматов. Лучший пример — знаменитая сцена «Причастие» в романе «Воскресенье», в которой Толстой вместо профессиональных терминов церковного обихода, начинает подставлять обычные бытовые слова. Священник в его описании одет в парчевый мешок, он машет салфеткой над золотой чашей, что-то шепчет и целует стол. И в этот момент кусочки хлеба превращаются в тело Бога, а вино превращается в кровь Бога. Потом он с ложечки всем этим кормит детей, а потом из золотой чаши допивает остатки крови Бога и веселый выбегает за перегородку. Вроде бы все так и есть формально, но описание Толстого получилось каким-то очень неприятным, каким-то травмирующим, и большинство читателей вполне искренне приняли и восприняли это как злобное богохульство. Мы тоже могли бы принять это описание за богохульство, за атеистический выпад или какое-то богоборчество, если бы мы не знали сути толстовского нравственного учения, в соответствии с которым человек должен вернуться к первоначальным идеям Евангелия, высказанным в Нагорной проповеди. Но вот в чем дело. Для людей, которые разбираются в церковной символике, которые знают мистическое значение таинств, для них все, что происходит в церкви, наполнено мистическим смыслом и очень разумно. Для детей, которые впервые, для ребенка, которые впервые приходят в церковь, это и правда странно. Священники, старики и правда одеты в какие-то золотые мешки, а люди действительно с серьезными лицами целуют доски. Вот посмотрите на это глазами ребенка, и принцип остранения сработает, и читатель в идеале дорастет до мысли, что обряд имеет свойство заслонять истинный смысл религии. Толстой не хотел богохульствовать, он хотел вывести нас из обрядового автоматизма и заставить думать о сути веры. Остранение таким образом снимает завесу формы, за которой начинает проглядывать содержание. Кстати, подобным образом на Руси действовали юродивые, которые, например, в Великий пост ели колбасу на паперти храма. Принцип тот же самый — выбить человека из некого автоматизма восприятия, произвести на него шок, который потом может привести к некой нравственной работе. В общем, основными мишенями критики Толстого после его духовного кризиса были государственные институты, официальная церковь, патриотизм и, помимо всего прочего, институт частной собственности. И тут мы возвращаемся к нашему рассказу «Холстомер», и в нем есть такая сцена. Однажды зимой, во время праздников, нашего героя, а наш герой, напоминаю, лошадь, Пегги Мерин, его забыли покормить. Целый день конюх его не кормил, потому что был пьяный и лежал где-то в соломе. Об этом узнал хозяин Холстомера и велел высечь этого конюха. «Как смел его же ребенку корма не дать?» — говорит побитый конюх. «Креста, видимо, на нем нету, всю спину исполосовал, видно, христианской души нету». И дальше аналитическая фраза Холстомера. «То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова своего его жеребенка». То есть лошадь хорошо понимает о христианстве. Вообще в христианстве все лошади нормально разбирались, особенно в дореволюционной России, но вот свое-мое отношение собственности для лошади остаются совершенно непонятны. Но это как-то очень странно и удивительно, но на самом деле действительно Толстой после написания исповеди и трактата «В чем моя вера» он с основными вопросами о христианстве более-менее разобрался. Но вопрос о собственности еще оставался для него не до конца разрешенным. «Как Холстомер размышлял о собственности? Считать лошадь чьей-то так же странно, как считать чьей-то своей землю, воду или воздух». Однако, говорит он, люди устроены таким странным образом, что самым счастливым из них считается тот, который про большее количество вещей может сказать «моё». Хотя, вспоминает Холстомер, большинство людей, которые меня называли своей лошадью, на мне не ездили, а ездили другие. Люди говорят «мой дом», а в нем не живут. Люди говорят «мои крестьяне», а их глаза не видели. Некоторые люди, есть такие люди, говорит он, которые женщин называют своими женами, но с ними не живут. Одним словом, люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать что-то хорошее, по крайней мере себе, а чтобы про большее количество вещей говорить «моё». На основании этого Холстомер делает вывод, что люди очень глупые, и только поэтому лошади стоят куда выше людей в иерархии видов, потому что такой глупостью как собственность они не занимаются. Вот здесь опять прием остранения работает. Собственность, увиденная глазами лошади, кажется нам жутко абсурдной. Вот и ответ на вопрос, который был заявлен вначале. Если бы Толстой просто написал о собственности статью, это не возымело бы какого-то особенного действия. Статья и статья, каких много. Но когда он с помощью лошади вывел читателя из привычного состояния сознания, это возымело больший эффект, и в общем все заметили эту прекрасную лошадь, этого старого пега вымеренного Холстомера. Таким образом, прием остранения абсолютно анархичен с идеологической точки зрения. Он ставит под сомнение неоспоримые ценности, проверяя их на прочность. Но не это было основной задачей Толстого. Он хотел менять наше сознание. С точки зрения Толстого цивилизация превратила людей в таких профессионалов самообмана, что люди под самыми благовидными предлогами обманывают себя, чтобы удовлетворять свой эгоизм за счет других. И объясняют это тем, что все так делают или общество так устроено, а у них абсолютно чистая и незамутненная совесть. Но существует путь просветления и выхода из этого самообмана, и один из самых перспективных шагов на этом пути — это научиться смотреть на мир остраненно, глазами ребенка, или как предлагает нам Толстой лошади.